Перед каждым Новым Годом я задаю себе вопрос, что я буду дарить своим друзьям. И в этом году я пришел к отличному выводу. Настольная игра. Еще 20 лет назад в России основной костяк настольных игр составляли шашки, шахматы и нарды, которые по своей атмосфере больше походили на спортивные состязания, а любимая всеми лото скудно скрашивала вечера в кругу семьи. Сегодня же настольных игр существует огромное множество. И привычный стереотип, что игры это только для детей, уже не работает. Вообще игры делятся на три разновидности. Игрушки есть для детей от 4 до 8 лет. Потом игрушки делятся уже подростковые. То есть игры есть от 8 и до 16. Есть игры для взрослых, уже более такие. То есть как игрушки такого плана, как фанты, например. Это уже чисто для взрослых компаний. Либо для компаний, либо для двоих совсем. Для самых маленьких игроков выпущена целая серия красивых и несложных настольных игр, развивающих у ребенка память, ловкость и мелкую моторику. Благодаря совместным играм расширяется кругозор ребенка, увеличивается его словарный запас, прививаются способности к нестандартному мышлению. Все это дает возможность познать окружающий мир в весьма ненавязчивой форме. Поиграть люди любили всегда. Начиная с песочницы и куличика в детстве и заканчивая нереально крутыми компьютерными игрушками для взрослых. Последние стали просто эпидемией 21 века, создав свою виртуальную реальность. Однако люди возвращаются к классике. И вот уже компьютерные игры все больше уступают своей позиции знаменитым настольным играм. Ничто не заменит вам живого общения с коварным противником. Радость победы и горечь поражения оппонента вы увидите собственными глазами, а также сможете провести в кругу семьи множество приятных минут и получить массу позитивных эмоций. Не зря подобное времяпрепровождение столь популярно за рубежом. Ведь живое общение с близкими людьми во время игры позволяет перекинуть мостик между поколениями. Наша компьютерная игра больше убрала детей, именно посадила за экраны, чем в обычной жизни в комнате поиграть, допустим, с родителями, либо с друзьями. Именно настолки выигрывают в том плане, что дети начинают играть как дома, так и на улице. И больше общаются с друзьями, именно в живом. Именно в живое общение, а не виртуальное, как принято в наше время. Если же вы собрались большой и веселой компанией и не знаете, чем себя занять, то и здесь на помощь вам придут настольные игры. Есть игры для компаний, для больших компаний, от четырех человек, такие как Элис, Активити, всем известные в мире. Вот, есть игры для двоих человек, ну вот именно, допустим, двоих четырех, например, как Шакал. Игра вообще на пиратскую тематику. Каждый игрок выступает в роли капитана пиратского судна, который прибыл на остров Шакал в поиске сокровищ. Но что же делать, если вы остались в одиночестве и соперника поблизости нет? Опять компьютер или планшет? Не вариант. Настольный игровой мир и здесь готовит для вас сюрприз под названием головоломки. Спасайте пингвинов на льдине или создавайте ветки метро в одноименной головоломке. Решение этих задач потребует от вас приложить массу усилий, некоторые из которых для вас будут не под силу. Настольная игра Настольная игра – это отличный подарок на Новый год. Ведь для каждого человека можно подобрать свою индивидуальную игру. Ваш ребенок точно будет рад игре под названием «Акулья охота». А настоящим мужчинам придется по душе пиратская стратегическая игра «Шакал». В Нижнем Новгороде вы можете встретить специализированные магазины «Мосигра», которые предложат вам огромный ассортимент настольных игр самых различных издательств. Настольные игры для детей и взрослых, для мужчин и женщин, для одного и для большой компании. Все мировые хиты настольных игр вы точно сможете найти именно здесь. Довольно раздумывать и сомневаться, смело приоткройте дверь в яркий и удивительный мир настольных игр и сделайте отличный новогодний подарок себе и своим близким. Сеть магазинов настольных игр «Мосигра», телефон 261-3201, интернет-магазин компании ennof.mosigra.ru